Случилось наконец. Пришла долгожданная весть. Всю жизнь казалось ему, что он ждал этого события. Он шел по длинному коридору министерства и, приближаясь к тому месту, где Джулия сунула ему в руку записку, почувствовал, что по пятам за ним идет кто-то. Кто-то покрупнее его. Неизвестный тихонько кашлянул, как бы намереваясь заговорить. Уинстон замер на месте. Обернулся. Перед ним был Убрайан. Наконец-то они очутились с глазу наглость, но Уинстоном овладело как будто одно желание – бежать. Сердце у него выпрыгивало из груди. Заговорить первым он бы не смог. Убрайан продолжал идти прежним шагом. На миг дотронулся до руки Уинстона, и они пошли рядом. Убрайан заговорил с важной учтивостью, которая отличала его от большинства членов внутренней партии. «Я ждал случая с вами поговорить», – начал он. «На днях я прочел вашу статью на новоязе в Таймс. Насколько я понимаю ваш интерес к новоязу научного свойства?» «К Уинстону частично вернулось самообладание». «Едва ли научного», – ответил он. «Я всего лишь дилетант, это не моя специальность. В практической разработке языка я никогда не принимал участие». «Но написана она очень изящно», – сказал Убрайан. «Это не только мое мнение. Недавно я разговаривал с одним вашим знакомым, определенно специалистом, не могу сейчас вспомнить его имя». Сердце Уинстона опять заторопилось. Сомнений нет, речь о Сайме. Но Сайм не просто мертв, он отменен. Нелицо. Даже завуалированное упоминание о нем смертельно опасно. Слова Убрайана не могли быть ничем иным, как сигналом, паролем. Совершив при нем это маленькое мысли преступления, Убрайан взял его в сообщники. Они продолжали медленно идти по коридору, но тут Убрайан остановился, поправил на носу очки, и, как всегда, в этом жесте было что-то обезоруживающее, дружелюбное. Потом продолжил. «Я, в сущности, вот что хотел сказать. В вашей статье я заметил два слова, которые уже считаются устаревшими». «Но устаревшими они стали совсем недавно. Вы видели десятое издание словаря Новояза?» «Нет», — сказал Уинстон. «По-моему, оно еще не вышло. У нас в отделе документации пользуются девятым». «Десятое издание, насколько я знаю, выпустят лишь через несколько месяцев. Но сигнальные экземпляры уже разосланы. У меня есть. Вам интересно было бы посмотреть?» «Очень интересно», — сказал Уинстон, сразу поняв, куда он клонит. «Некоторые нововведения чрезвычайно остроумны. Сокращение количества глаголов. Я думаю, вам это понравится. Давайте подумаем. Прислать вам словарь с курьером. Боюсь, я крайне забывчив в подобных делах. Может, вы сами зайдете за ним ко мне домой? В любое удобное время. Минутку я дам вам адрес». Они стояли перед телекраном. А Брайан рассеянно порылся в обоих карманах, потом извлек кожаный блокнот и золотой чернильный карандаш. Прямо под телекраном, в таком месте, что наблюдавший на другом конце легко прочел бы написанное, он набросал адрес, вырвал листок и вручил Уинстону. «Вечерами я, как правило, дома», — сказал он. «Если меня не будет, словарь вам отдаст слуга». Он ушел, оставив Уинстона с листком бумаги, который на этот раз можно было не прятать. Тем не менее, Уинстон заучил адрес и несколькими часами позже бросил листок в гнездо памяти вместе с другими бумагами. Разговаривали они совсем недолго, и объяснить эту встречу можно было только одним. Она подстроена для того, чтобы сообщить Уинстону адрес у Брайана. Иного способа не было. Выяснить, где человек живет, можно лишь спросив об этом прямо. Адресных книг нет. Если захотите со мной повидаться, найдете меня там-то. Вот что на самом деле сказал ему Брайан. Возможно, в словаре будет спрятана записка. Во всяком случае, ясно одно, заговор, о котором Уинстон мечтал, все-таки существует. И Уинстон приблизился к нему вплотную. Рано или поздно он явится на зов Брайана. Завтра явится или будет долго откладывать, он сам пока не знал. То, что сейчас происходит, просто развитие процесса, начавшегося сколько-то лет назад. Первым шагом была тайная, нечаянная мысль. Вторым дневник. От мыслей он перешел к словам. А теперь от слов к делу. Последним шагом будет то, что произойдет в Министерстве любви. С этим он примирился. Конец уже содержится в начале. Но это пугало. Точнее, он как бы уже почуял смерть. Как бы уже стал чуть менее живым. Когда он говорил с Брайаном, когда до него дошел смысл приглашения, его охватило знов. Чувство было такое, что он вступил в сырую могилу. Он и раньше знал, что могила недалеко и ждет его. Но легче ему от этого не стало.